Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мила Гейм. Давно не виделись, ребята, и у меня для вас есть новые новости по поводу обновлений. А еще, ребята, смотрите, какой же я красивый уголок себе геймера сделала. И, конечно же, новости будут про новое геймерское обновление, ребята. Ну что, поехали считать, что же прислала в очередной раз плетница мне на электронную почту. Ой, ребята, у меня здесь стикер открылся. Давайте посмотрим, что же это такое. Предъявите билет. Потратить билетов 4000 штук суммарно. Отлично, новый стикер супер золотой ракеты. Очень красивый. Ну а теперь приступим к новостям. Сбой. На этой неделе я была в Аркадии и играла с Максим, когда я заметила, что игры дают сбой. Пока все идет хорошо, ошибки случаются. Немножечко, ребята, перевод такой, потому что с английского переводим. Но когда я посмотрела в сторону, посмотрела в сторону, я увидела, что Максим тоже дергается, как будто на нее повлияла аркадная игра. Ребята, смотрите, Максим стала пиксельная. Она превращается в виртуальную Максим, которая была в игре. Ребята, помните, Максим, она же пришла из игрового автомата. Смотрите, она обратно чуть не попала. Она превращается в пиксельную. Я так испугалась, что просто взбезилась. Я выбежала оттуда и пошла поговорить с админом. Но когда я пришла к нему, дома его не было. Я заглянула в окно его гостиной и увидела модели птиц и миниатюрных автомобилей. Ух ты! Я не знала, что админ был поклонником животных и транспортных средств. Но я думаю, что вернусь позже. О, и может быть, я вела себя странно с Максим? Их поведение может быть связано со стрессовой ситуацией, связанной с открытием нового игрового стенда. О, ребята, что за новый игровой стенд? Упс, кажется, я сказала слишком много. Сплетница. Хорошо, ребята. Во-первых, у нас Максим чуть опять не превратилась в игровую. Максим, смотрите, она чуть не попала в игру. И у нее в руке, смотрите, что же у нее в руке? Приставка игровая, она играет, ребята. Да, она же у нас все-таки виртуальная девушка, которая попала в наш мир из автомата. Либо у нас в игре что-то появится из игры нашей, которая в роботе. У нас там машинки есть. Правда, у нас же там есть гонки с машинами. И сплетница пишет, что она видела у админа дома модели птиц и миниатюрных автомобилей. Ребята, может быть, у нас птички появятся в игре и автомобили, наконец-таки? Вот, ребята, смотрите, у нее в руках игровая приставка. И она играет и чуть не попала опять в игру. Стала пиксельной наполовину. Она пиксельная наполовину. Обычная девушка. Она же попала к нам в игру в ПК-ХД из игрового. Ребята, я что-то заметила. Смотрите, что у него в руке. Давайте приблизим. Это что такое? Смотрите, какая-то палочка. А что это может быть? Ребята, это пасхалка. Он в руке держит что-то интересное. А что это может быть? Это какая-то волшебная палочка? Я не знаю, что это такое, ребята. Это какая-то волшебная палочка или какая-то волшебная трость, которая желтенькая на конце. Сама она черно-оранжевая. А может быть, это вообще какой-то меч? Посмотрите, какой внешний вид дреды. Это какой-то рок-звезда. Ребята, рок-звезда. Я поняла. В прошлое видео нам тоже присылали. И он там был. Точно, ребята. Он был на прошлой картинке. Мы сначала не смогли разглядеть, что же там такое. Да, точно. Это был он. Сейчас я вам это письмо покажу, ребята. И игры у нас. Игры, может быть, появятся. Тоже такие же, как и у Максима в руке. Смотрите, круто. О, мне это уже нравится. Давайте прочитаем прошлое письмо и посмотрим картиночку. Но вы обязательно запомните вот этого человечка, у которого в руках. Интересная такая штучка. Тоскующий по дому. Привет, Милогейм. Я проходила мимо аркадного робота. Проходила. Когда увидела несколько пикселей во вселенной. Тоже пиксели, ребята. Я растерялась. Откуда взялись эти пиксели? И почему они там оказались? Вот, человечки стоят на кнопках под рукой робота. И смотрите, сплетница на пикселе стоит. Смотрите, травка пиксельная, как в Майнкрафте. И асфальт тоже, как в Майнкрафте. Когда я приблизилась к пикселям, я увидела, что они, казалось, уродовали пейзаж. Что происходит со вселенной? Земля в ПКХД стала пиксельной. Я рассказала Максим о пикселях. И Максим сказала, что этот разговор заставил их почувствовать ностальгию и тоску по дому. Я этого не понимаю. Какова связь между пикселями, которые я видела и домом Максим? А я поняла, ребята, да, потому что Максим у нас же пришла с игры, а у нее там все пиксельное. И она очень скучает по своему игровому миру. И поэтому она хочет как-то это объединить. Нашу игру и пиксели. Что-то будет новое. Какая-то, может быть, пиксельная новая игра в ПКХД. А может быть, в Майнкрафт появится в ПКХД, ребята. Но еще и машинки появятся. Нет, что-то будет интересненькое. Либо из игры к нам что-то придет новенькое, либо у нас появятся классные мини-игры. И откроется, которое у нас закрыто, отделение игровое, оно откроется и заработает. Но я все-таки хочу еще посмотреть на вот этих челдобончиков, которые у нас размыты. Вот они спрятаны от нас. Их пока еще не видно, но я вижу, что справа у нас стоит бак, потому что он весь серенький такой. И цвет кожи у него это явно бак, шапочка мозги. И в руке у него тоже какая-то палочка. И окончание палочки ярко-красной или ярко-розовой. У него какая-то новая одежда очень модная. Мне кажется, это что-то такое стильненькое. Это брючки черные с лампасами. Какой-то пиджачок. Модная кофточка желто-оранжевая. И второй челдобончик похож на тот, который стоял у нас на прошлой фотографии. У него в руке гитара, ребята. Рок-гитара классная. Мне кажется, это какие-то рок-музыканты. Очень такие красивые и крутые. И вот еще какая-то мордашка. Похожа на хэллоуинскую. Но мне кажется, это все-таки не тыква. Это какой-то флаг, может быть. Но пока что я не знаю, что это такое. Но похож на какой-то флаг. С какой-то мордочкой. И снизу, смотрите, вот какие-то от него идут... Это похоже на летучего змея. Может быть, это все-таки змей? Воздушный змей, ребята. Похоже на воздушного змей издалека. Когда приближаешь на хэллоуинскую тыкву. Но что-то летающее. Очень интересное. И прошлая фотография нам говорит о том, что появляются новые предметы. Так что, ребята, гитара. Еще какие-то новые предметы, с которыми будем взаимодействовать, должны появиться в игре. И это очень-очень классно. Но самое крутое было бы, если бы у нас в игре появились, конечно же, машины и птички. Было бы круто, если бы у нас летали птички. Вот такие, ребята, классные новости. Неужели у нас появятся машины в ПК-ХД? А может быть, это будет супер-мега новая игра про гонки на машинах? Такого у нас еще не было. Чтобы мы гоняли с вами на машинах. Представляете, мы будем полностью садиться в машины, как в реальности, и будем ездить. Но было бы еще круче, если бы мы выглядывали в окно, и тут бы ездили машины, ребята. Ему могли бы передвигаться по городу на машинах. Как в многих, в принципе, играх это уже есть. Поэтому я думаю, что в ПК-ХД это точно не за горами. Ну хорошо, ребята, вот такой я себе классный уголочек сделал. Мне очень понравилось. Смотрите, робот у меня как будто бы встроен. Это огромный компьютер. И я сейчас вам еще один классный баг покажу с этим роботом, который мы покупаем за билетики. Для этого нам нужно будет с вами поменять дом на лофт, например. Просто нужно немножечко другие окна, не такие, как в Hello Kitty. Я возьму дом лофт и покажу вам очень классную штуку. Вот, ребята, смотрите, заходим и устанавливаем игровой автомат, который за билетики. Так, он у нас в коллекции Game. И, например, вот такой возьмем. У меня их два. Есть вот такой автоматик, который большой, но он не работает с этим багом. Но давайте тоже попробуем его установить возле окошечка, например. Вот, и рядышком с ним поставим автоматик, который попроще. Вот такой еще есть зеленый автомат, но у меня его, к сожалению, нет. У кого есть зелененький автомат за билетики, попробуйте, с ним работает этот баг или нет. И напишите мне в комментариях. И сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите, как это прикольно. Голограмма выходит из автомата. Ребята, я в игре. Я могу прыгать через эти препятствия. Я чувствую себя Марио, который перепрыгивает через препятствия в электронной игре. Вот так, ребята, мы с вами так же, как и Максим, попали в электронную игру. Прикольно, правда? Смотрите, как же классно эта голограмма работает. А если, ребята, представьте, поставить в ряд много таких автоматиков, и у нас будет непрерывная голограмма. Было бы очень классно, правда? Но у меня, конечно, нет столько билетиков. Я бы с удовольствием это осуществила. Это очень классно, мне нравится. И как будто бы голограмма переходит вот в этого робота. Жалко, что у этого робота так не работает. Ребята, пожалуйста, напишите мне в комментариях, у кого есть другой автомат, который зелененький. Сделайте, пожалуйста, так же и проверьте, работает это с другим автоматом или нет. Я буду ждать ваших комментариев. И вечеринка состоится завтра, ребята. И будет она в стиле животных. Надевайте костюмы животных. У нас очень много разных костюмчиков. Например, вот девочка, смотрите. У нее есть маска кролика. Можно быть кроликом. Точно, ребята, можно быть кроликом, как с пасхального обновления. Можно быть единорогом. Единорог тоже считается как животное, но оно более такое сказочное. Но все-таки будем считать его за животное. Можно одеться в костюм леопарда, можно одеться в костюм саламандры, можно одеться в костюм льва, например. У нас же костюм льва есть, костюм попугая есть, ребята. У нас очень много разных костюмчиков. Поэтому буду ждать вас завтра в 12 часов по московскому времени на вечеринку. Так что всех жду. И сегодня есть время, чтобы подобрать себе классный костюмчик. Надеюсь, придут ребята, которые до этого на вечеринку не смогли попасть. Ну все, ребята, на этом все. Всех люблю и всем пока-пока!